Выставка новейших разработок в сфере геологии, обслуживания, перспектив геологических открытий и развития поисковых проектов. Все это в программе второго дня горно-геологического форума, который проходит в столице. Казахстан взял ориентир на привлечение новых денег, международных денег в основном, иностранных технологий и инвестиций в геолого-поисковой работе. Казахстан обладает невероятным большим количеством запасов минеральных средств и ресурсов. Основная задача как для государства, так и для бизнеса была создать условия, на которых как национальные деньги, так и международные деньги должны заходить именно в очень высокие рисковые геолого-поисковые работы. Для этого и, собственно, и был создан этот форум. За годы его организации Казахстан практически опередил все страны бывшего постсоветского пространства, приняв революционную реформу в регулировании пользования недрами и недропользованием. Россия предлагает построить в Казахстане атомную электростанцию. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров. Путин отметил, что сейчас развивается сотрудничество России с Казахстаном в области мирового атома. По словам Путина, работает шесть российских казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана. Напомним, президент Казахстана Касым Жумартакаев прибыл в Россию с официальным визитом. Это его первая зауробежная поездка в качестве президента Казахстана. Касым Жумартакаев встретился в Кремле с Владимиром Путином. Президент России в ходе переговоров с казахстанским коллегой выразил уверенность, что официальный визит казахстанского лидера в Москву еще больше укрепит союзнические отношения двух стран. В разгар посевной о ситуации в сельском хозяйстве говорят в экспортном кругу. По результатам прошлого года в Беларуси около четверти предприятий агросектора убыточны. В основном это непосредственно производители сельхозпродукции. Сегодня проблемы сельхозпредприятий могут оперативно использовать все доступные инструменты, чтобы исправить ситуацию благодаря указу номер 399. Документ подписан осенью. Он объединил существующий опыт и новые механизмы. В частности, определил порядок работы в неплатежеспособных хозяйствах без применения судебной процедуры банкротства. А также предоставил возможность рассрочки по обязательствам в некоторых случаях до 5 лет. Именно эти предприятия, о которых говорил президент в своей рабочей поездке в Могилевскую область, составляют те самые 25%, без которых можно было бы обойтись. Однако, как сказал глава государства, там наши люди, там земля, которую требуется обрабатывать. И никто не оставляет эти предприятия в том положении, в котором они сегодня находятся. Поэтому мы и пытаемся найти те подходы, которые позволят этим предприятиям выйти из сложившегося кризиса. Первое – это поиски новых механизмов управления, то есть это управленческие подходы. А второе – это поиск потенциальных инвесторов, которые могли бы обеспечить в надлежащем объеме оборотные средства этим предприятиям. На российском лимузине «Аурус Кортеж», ставшего звездой недавнего автосалона в Женеве, президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на открытие завода «Мерседес-Бенц» в Подмосковье. Вместе с главой немецкого автоконцерна «Даймлер Эйджи» Диметером Цетше. Глава государства осмотрел цех и оставил автограф на капоте одного из автомобилей. Это первый завод полного цикла «Мерседес-Бенц» в России. Его строительство началось в Солнечногорском районе летом 2017 года. Проект мощностью 25 тысяч автомобилей в год, при полной загрузке там будет работать более тысячи человек. Инвестиции составили около 260 миллионов евро. Партнером по инвест-проекту выступил «КамАЗ», у которого есть совместный «Даймлер» производства тяжелых грузовиков. Первая модель российской сборки – седан «Мерседес-Е-класса». Затем завод начнет выпускать кроссоверы и внедорожники новых поколений. Большинство автомобилей попадают в розничную сеть, но одна из приоритетных целей – госзакупки. Лидеры стран Евразийского экономического союза намерены отметить вклад первого президента Казахстана Нарсултана Назарбаева в создании организации, сообщил глава казахстанского государства Касым Жумартакаев. Он напомнил, что 29 мая в Нарсултане пройдет саммит ЕС, посвященный пятилетию этого объединения. Казахстанский президент отметил успехи союза за пять лет и заверил, что приложит все усилия для укрепления интеграции в ЕС. Говоря о отношениях с Россией, то Каев назвал их более доверительными, чем, например, в отношениях с США и Канадой. По словам спикера Совета Федерации, Назарбаев лично внес огромный вклад в укрепление двусторонних отношений и пользуется большим авторитетом в России. Токаев стал президентом Казахстана после того, как Назарбаев объявил о своей отставке с 20 марта. Накануне он прибыл в Россию со своим первым зарубежным визитом. В Кремле Токаев встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Говорили лидеры о двусторонних отношениях между странами, а также об интеграционных процессах на евразийском пространстве. За пять лет Евразийский экономический союз серьезно продвинулся вперед. Но опять же впереди очень большая работа по укреплению интеграции в интересах всех государств. Это очень сложная работа, нахождение компромиссов, потому что все борются за свои экономические интересы. Но как их понимать в режиме, в контексте интеграции, это другой вопрос. Поэтому свою цель в качестве президента республики Казахстан я вижу в том, чтобы максимально содействовать развитию интеграции. Мировой лидер в производстве лакокрасочных покрытий укрепляет свои позиции в Белоруссии. Третий по счету завод открыла компания «Диском». Новый резидент свободной экономической зоны Брест по уникальной рецептуре будет производить алкидные лаки эмали. Без этих стойких и долговечных средств невозможно строительство ни одного современного объекта. В основе импортное и отечественное сырье, которое тестировали в Белоруссии и Германии. Особое внимание – экологической безопасности и лабораторным испытаниям. Стартовая мощность предприятия – 3000 тонн в год. Продукции хватит и для белорусского рынка, и для поставок на рынки СНГ. К слову, за 8 лет общий объем немецких инвестиций превысил 18 миллионов евро. Наши специалисты в сотрудничестве с немецкими коллегами смогли сделать продукт, который максимально отвечает ожиданиям и потребностям белорусского рынка и восточного в целом. Мы вписались в те ожидания цены, на которую рассчитывает потребитель. Мы инвестировали в этот завод 2 миллиона евро, и сейчас продолжаем дальше инвестиции, поскольку первые предзаказы оказались настолько оптимистичны и большие, что мы вынуждены были уже сейчас заказать ряд дополнительного оборудования. Водители из Восточной Европы выступают против утверждения в Европарламенте так называемого пакета мобильности. Он требует равной оплаты для всех работающих в ЕС транспортников, чего часто не могут себе позволить хозяев их компаний. Кроме того, длиннобойщиков обяжут регулярно возвращаться в родные страны на отдых. Пакет мобильности или план модернизации европейской транспортной системы требуется внести 1200 поправок, поэтому его принятие Европарламентом задерживается. Пока у восточноевропейских водителей условия труда, отдыха и оплаты намного ниже, чем у коллег на Западе, поэтому их конкурентоспособность выше. Приезжие с Востока захватили международный европейский транспортный рынок. Комитет Европарламента по развитию сельского хозяйства одобрил второй пакет поправок в реформе единой сельскохозяйственной политики ЕС. Поправки призваны сократить дотации для больших ферм, чтобы поддержать малые и средние предприятия, а также молодежь и женщин. По меньшей мере 2% бюджета прямых выплат должны быть направлены молодым фермерам. Депутаты также хотят выделить 5% бюджета прямых выплат на помощь малым и средним фермерским хозяйствам. При этом парламентарии отвергли предложение Комитета по защите окружающей среды проголосовать за ограничение дотаций агропромышленным ферма, что вызвало недовольство европейских природозащитных организаций. Молодых фермеров должно быть лучшее будущее, новые возможности доступа в этот сектор. И поэтому мы настаиваем на увеличение инвестиций в сельское хозяйство, чтобы получать продукты высокого качества и устойчивую окружающую среду. Но для этого нужно мотивировать молодежь. И мы уверены, что рынок должен играть ведущую роль. Мы должны удостовериться в том, что потребители, благодаря своим решениям, поддерживают устойчивую сельскохозяйственную деятельность в ЕС. После выхода из Евросоюза в Великобритании, ее граждане могут въезжать в остающиеся страны-члены на короткое время без виз. От нее ЕС ожидает такого же обращения со своими гражданами. Это предложение Евросовета было одобрено в Комитете по гражданским свободам Европарламента 38 голосами против 8 при трех воздержавшихся. Депутатам еще предстоит утвердить его в Брюсселе на пленарной сессии. Лесное хозяйство дало толчок экономике Олбани, городу на юге Западной Австралии. Теперь индустрия выращивания голубого эвкалипта объемом 70 миллионов долларов охватывает целый регион и представляет работу четырем сотням человек. Плантации занимают площадь в 220 тысяч гектаров. Голубой эвкалипт – один из наиболее быстрорастущих видов эвкалипта. Древесину экспортируют на азиатские бумажные фабрики. Впрочем, дорога к процветанию была непростой. В 2008 году программа, которую поддерживали налоговыми льготами, потерпела крах. Фермеры и инвесторы потеряли миллионы долларов. Однако сегодня инвестиционные фонды реструктуризировали. Фермеров призывают снова инвестировать в подобные плантации. Эксперты говорят, что голубой эвкалипт помогает контролировать насыщенность почвы подземными водами и предотвращает эрозию. Он также создает среду жизни для домашних животных. «Плантации растут в стране с очень низким суверенным риском. Они не вредят окружающей среде, помогают сообществам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова